Название фильма «Настоящая история» состоит из шести историй, каждый из которых является неким отражением, стороной характера, некого общего цельного образа. То есть нельзя рассматривать этот фильм по отдельности, то есть каждый из этих историй взять и просматривать в отдельности. То, что происходило с нами, мы запечатали в кадре. То есть фактически фильм не имел сюжета, были определенные задумки, мысли, переживания, ощущения, которые мы хотели бы передать, но мы не прописывали сценарий, поэтому, просто приезжая на место, оно нам давало картину того, как будет выглядеть этот эпизод. Поэтому было принято решение назвать его очень просто, наверное, но достаточно правдиво, потому что действительно все события, они происходили с нами, они настоящие, они не были выдуманы, не были придуманы и как-то прописаны и просчитаны заранее. Еще один момент, почему фильм можно назвать настоящей историей, ну и почему он, собственно, был так назван, да, это то, что, помимо, собственно, отсутствия сюжетной линии, еще и места съемок и то, как мы на них оказывались, это тоже имело такой настоящий оказ, потому что разрешения у нас не было, и в Магнитогорске, на металлургическом комбинате, или в Москве на крыше здания в центре, мы на самом деле оказывались без разрешения, и не столько это наша заслуга и гордость, сколько просто невозможность часто получить его, например, на металлургическом комбинате, или на крыше здания в центре, где мы снимали тоже одну из историй. Вот это все это вынуждало нас обычными способами оказываться, да. Поднимались, переходили, залазили, карабкались всеми возможными способами, и неся за собой оборудование, там уже, собственно, осуществляли этот съемочный процесс. Но иногда, кстати, не с первой попытки, потому что иногда мы испытывали гонения, были гонимы охранниками с мест съемок, и с пятого, шестого захода нам все-таки удавалось это сделать, и в конце концов получить те кадры, ради которых все это начиналось. Наиболее сложное место для съемок, наверное, было не столько места, сколько время съемок, это первое время, когда мы только приехали в Крым, и у нас была некоторая ответственность перед собой, перед фильмом, что ли. Если мы не реализовываем, соответственно, вот эту первую историю, если мы не получаем результат, который хотим, то дальнейшая работа, она бессмысленна. Значит, мы фактически ставим себе вот такой палку в колесо сразу же на старте. И тяжело было, тяжело и как-то несколько объективно нельзя было оценить, насколько успешно все продвигается, насколько укладываемся мы или не укладываемся в тот график, который позволит нам в итоге снять фильм цельно, и закончить его в срок. Поэтому, наверное, вот первая вот эта поездка, она и была в самом сроке. Так, Олег! Я призвольал, я сказал, что сыпает. Здесь, конечно, не надо сказать специально, чтобы сыпало, но надо как-то не только получать. В фильме у нас, безусловно, важным для нас таким правилом, установкой было то, что все съемки должны происходить безопасно, и любая травма, это скорее показатель того, что мы что-то делаем не так. И, слава богу, за весь ход съемок не было получено ни одной травмы. Результат вы можете видеть в виде того короткометражного, пусть не длинного, но содержащего все наши ощущения за этот период в фильме, который называется «Настоящая история». «Настоящая история» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова